Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Недавно в Черкесске проходил конкурс красоты Мисс Черкесск и краса Карачаева Черкесии. И сегодня в нашей гостиной Мисс Карачаева Черкесия Яна Ильясова. Доброе утро, Яна. Доброе утро. Спасибо, что нашла время, пришла к нам в гости. Ян, ну вот я смотрю, такая красивая корона у тебя на голове, да? Я думаю, наверное, столько сил, приложила ты столько усилий, чтобы добиться все-таки этого звания. Вот расскажи о своих впечатлениях, в целом о конкурсе, как ты все-таки решила участвовать? Я решила участвовать в конкурсе, потому что участвовала до этого в разных конкурсах, только в городе Саратове, где я учусь. Вот, меня пригласили на этот конкурс, который будет проходить уже дома. Я решила совместить приятное с полезным, побывать дома и принять участие. Вот. В конкурсе участвовало много девушек красивых, умных, обаятельных. Конкурс красоты, это не только, да, вот должна быть красивая фигура, красивая внешность, но я думаю, наверное, еще творческие способности, интеллектуальные. Расскажи, вот, что, какие конкурсы вы еще проходили там? Ну, немаловажную роль играет конкурс творческий. Вот. Девушки на нем танцевали, кто-то рассказывал стихотворения. Я выбрала творческий номер именно по своей специальности «Академическое пение», где я исполнила произведение «Time to say goodbye», где я не ожидала такой реакции публики на «Академическое пение», потому что у нас очень мало певцов академических. Да, в основном преобладает эстрадная музыка. Да, больше преобладает эстрадная, и, как я говорила в своей визитной карточке, пение для меня это история в нескольких минутах, в которую я вкладываю всю свою силу, всю свою душу для того, чтобы зритель пережил это вместе со мной. Это безумно очень дорогого стоит. Да, я хочу сказать нашим телезрителям, что я, она студентка Саратовской консерватории, правильно? По классу «Академическое пение». Вот скажи, пожалуйста, почему вот именно «Академическое пение»? Обычно вот сейчас девушки стремятся, да, петь эстрадный, хотят быть эстрадными певицами, а у тебя вот «Академическое пение». Я обучалась в музыкальной школе как эстрадный певец, но так как у нас в Карачао-Черкесии нет эстрадного вокала далее, вот в нашем колледже культуры и искусств, я поступила к Хусину Азаматовичу Готову, который меня обучал академическому вокалу, привил любовь к академическому пению, и я решила на этом не останавливаться, закончив наш колледж культуры и искусств. Я поступила, следуя стопам своего учителя, где и учился Хусин Азаматович в Саратовскую государственную консерваторию имени Леонида Витальевича Собинова. Я думаю, что он будет горд за тебя, потому что он всегда говорит, «Вот, студенты не хотят дальше продолжать обучение». Я одна из немногих, которая продолжила его дело. Яна, я хочу предложить телезрителям все-таки фрагмент твоего выступления. Давайте посмотрим. Как ты планируешь дальше свое творчество, творческую свою жизнь? Да, я планирую дальше продолжать по своей специальности идти. Обычно у таких оперных певиц они такие все крупные, да, ты такая тоненькая. Я расскажу историю, что мой педагог нынешний меня очень сильно ругает за мою талию. Он сказал мне однажды, что у оперных певиц нету талии, ты должна пополнять. Я не хочу пополнять, мне и не получится. И несмотря на то, что я такая маленькая, тоненькая, я имею очень колоссально объемный голос. Скажи, ну вот сколько октав так диапазона? Три октавы есть. Три октавы, это замечательно. Ну я думаю, знаешь, сейчас как бы у нас все красивые такие оперные певицы, да, вот нетребка такая, да? Как она тебе, нравится? Очень нравится. Вот, я думаю, что может ты подумаешь и все-таки продолжишь. Я надеюсь, что я смогу пробиться, как и она. Да, чтобы ты достигла больших высот, там стала солисткой большого театра. Лучше сразу в Гранд Опера. Думаешь, да, чтобы все у тебя получилось в жизни. Спасибо тебе большое. Творческих тебе успехов, чтобы еще много побед у тебя было в жизни, как вот этот конкурс красоты. Спасибо большое. А вам, уважая телезритель, я напоминаю, что этим утром в нашей гостиной была мисс Карачаева-Черкесия Яна Ильясова. Я желаю вам удачного дня и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok